Добрый вечер, добрый вечер, уважаемые дети старше 16 лет, уважаемые слушатели, это Финам ФМ, программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, сегодня понедельник. Новая неделя, новый месяц, новые взгляды на жизнь, если позволите. Сегодня мы говорим о том, чего ждали некоторое время назад, то, что случилось в пятницу. Название программы несколько романтично прозвучит. Назвали мы ее так «Куда уведут слова Бернанки». Итак, об этом мы сегодня рассуждаем с моими сегодняшними гостями. Сергей Карыхалин в студии, аналитик ТКБ «Капитал». Добрый вечер, Сереж. Добрый вечер. И Александр Потавин, начальник аналитической службы «АйТи Инвест Проспект». Добрый вечер, Сергей. Добрый вечер, Олег. Ну, традиционно, как настроение, как дела, сентябрь, осень, хотя выходные были так себе, да, сейчас все-таки солнышко. Кто-то мне сказал, от того, какой будет сегодня день, ну, с точки зрения погоды, да, в ближайший месяц мы увидим, ну, судя по всему, еще какое-то количество бабьего лета, может быть, нас ждет. Отдохнуть-то успели, Сереж, ты был в отпуске? Я собираюсь в отпуск. Ты собираешься еще? Да. Тебе неинтересно с нами разговаривать. Я был уже. Ты уже был? Ну, все, видишь, у нас уже тут за спиной, мы смотрим непосредственно, да, на то, что происходит с практической точки зрения, а у тебя еще есть возможность сделать паузу. Ну, да ладно. Уважаемые слушатели, я напомню, телефон в студию, телефон прямого эфира 6510-996. Звоните, задавайте вопросы, делитесь собственными мнениями, что вы услышали из слов главы Федрезерва. Наш сайт финам.фм, можете свой вопрос опубликовать на нем. В общем, давайте начнем. Традиционно я озвучу картину маслом, хотя, как известно, сегодня праздник в Штатах, да, биржи закрыты, День труда ребята празднуют, и, соответственно, никакую динамику, да, они не... Отдыхает День труда. Парадоксально озвучит, да, какой праздник? День труда. Так трудиться надо, а он отдыхает. Ну, так вот, никакой динамики сегодня на американской площадке мы не увидим, не поддержат, они не опровергнут. А на сегодняшний момент в Москве 18.07 картина маслом выглядит следующим образом. Итак, наши основные индикаторы сегодня в зеленой зоне РТС почти процент, 1402 текущая котировка, ММВБ уже больше процента, что не может не радовать. Нефть марки Брэнд сегодня также оптимистично смотрит вперед, высоко подняв голову на уровне 114 долларов 18 центов за баррель. Я хотел бы, ну, видимо, чуть позже сегодня сделать с вами, уважаемые коллеги, акцент на то, как закрылось золото в пятницу вечером, насколько сильное закрытие. Практически 1700 оно уже потрогало, и это было достаточно феерично. Я сегодня разговаривал со многими коллегами, которые пытались, ну, как это всегда бывает, да, прыгнуть в уходящий паровоз. Ну, таких вариантов практически не было. Динамика, да, движение было такая, что сплошные реквоты не давали возможности открыть рыночный ордер. Ну, в общем, красота. Индикаторы рынка валютного достаточно сегодня пассивный, евро-доллар топчется, в буквальном смысле, в узком диапазоне. Текущая котировка 1,2570, и практически ничего не происходит. С точки зрения, происходит на валютном рынке, опять-таки, чуть позже, если не возражаете, мы обсудим ситуацию в австралийской валюте. Она сегодня все-таки показывает динамику достаточно серьезную, в отличие от своих коллег. Ну, и набор наших отечественных голубых фишек. Сегодня, ну, как минимум, все выше ватерлинии. При этом можно отметить, да, почти 3% в плюсе. Обычка МТС, Роснефть, почти 2% Сбербанк процент сегодня прибавляет, ну, и так далее. В общем, пока все оптимистично. Что бы это значило? Давайте начнем. Итак, тема, еще раз повторю, куда уйдут слова Бернанки. Ну, если не возражаете, кратко, да, конспективно, кратенько, как известный персонаж говорил, минут на 40. Изложите, пожалуйста, да, основные тезисы. Сереж, давай с тебя начнем. Что же господин Бернанки-то такого сказанул в пятницу? Ну, в общем-то, он, как и все центральные банкиры, старался как можно больше сказать, но при этом ничего не сказать. Да, при этом никакой конкретики, никаких обещаний не раздать. Сереж, мне интересно, а вот скажи, вот этих их, это же профессия все-таки, даже раз сложная, их учат этому ведению диалога, монолога? Ну, это уж надо умудриться, вот, да, он сколько там выступал, минут 40, наверное. И при этом ничего толку не изложить. Извини, пожалуйста, продолжай. Да, ну, вполне возможно, потому что в отличие от политиков, которые дают много обещаний и потом их не исполняют, все-таки центральные банкиры, они должны за свои слова больше отвечать, и поэтому они стараются каких-то конкретных обещаний не давать. Да, и, собственно, поэтому так получилось, что, в принципе, вот по итогам этого пятничного выступления, в общем-то, участники рынка услышали то, что хотели услышать, я думаю, что это касается и оптимистов, и пессимистов, в общем-то, все для себя могли найти что-то, что поддерживает их взгляд на рынок. Вот, и, по большому счету, я думаю, что он ничего нового не сказал. Он сказал, что не исключает возможности запуска новой программы КУИ, количество ослаблений, сказал, что ситуация в экономике, да, остается далекой от той, которую ему хотелось бы видеть, там, по-прежнему тяжелая ситуация на рынке труда, высокая безработица, вот, и, собственно, прогноз, да, неопределенный, вот, и, в общем-то, наверное, по факту ожидания как-то принципиально после вот этой вот речи не поменялись, по-прежнему, я думаю, что большинство участников рынка ждет, что все-таки программа КУИ в том или ином виде будет запущена, вот, но никаких конкретных обещаний, никаких конкретных намеков на это сделано не было, поэтому вероятность того, что она не будет запущена, она тоже есть и очень значительная. Примерно такая же. Саш, как ты думаешь, в принципе, вот, ну, все люди взрослые, и те, кто ждал одного, и те тоже, а действительно, вот, рассчитывали на то, что выйдет господин Бернанки и скажет, так, внимание, низкий старт, да, и называет дату, там, я не знаю, 20 сентября, запускаем КУИ-3, вот таким объемом, вот такие сроки, все, значит, давайте, ребята, затаривайтесь. Честно? Вы знаете, ну, вот, когда было времени где-то за две недели до вот этой конференции, да, то я, как бы, тоже так думал, что какой-то сигнал должен прозвучать, а чем меньше времени оставалось, тем меньше у меня шансов было, вернее, лично у меня на то, что я, вот, и рынки все услышат что-то такое. Бернанки, как всегда, в своей риторике выступил, ничего не сказал, ничего не обещал, но, тем не менее, намекнул, вот и все, то есть, он, он, это вот мантру о том, что мы поддержим, если что-то ухудшится, мы готовы, если что-то пойдет не так, то есть, вот, этот мантру повторяет уже полгода, по сути своей, но для рынков это не важно, рынки сейчас находятся в своем, вот, в растущей фазе, поэтому, в принципе, вот, почему мы не увидели в Штатах, рынки ничего не услышали, ободряющего, по сути своей, да, но американский рынок акций не счел нужным как-то отреагировать на эти слова, то есть, фиксации прибыли по поводу того, что, ну, ничего не услышали, мы не увидели, мало того, видите, как золото отреагировало на слова Бернанки хорошим ростом. Да, и валютный рынок тоже прибавил, в принципе. Да, поэтому, в принципе, вектор движения сейчас на финансовых, фондовых и сырьевых рынках смещен вверх, а коли так, ну, соответственно, ну, так скажем, там, движение по пути наименьшего сопротивления находится в верхней фазе, поэтому, вот, собственно говоря, мы, рынки, когда они хотят услышать то, что они готовы услышать, они реагируют, если они не хотят это услышать, но у них сохраняется настрой какой-то, они продолжат сохранять мимо ушей. То есть, как вот негативная статистика макроэкономики, которая выходила, там, условно говоря, в августе по еврозоне, отвратительнейшая статистика, тем не менее, она не обрушила рынки. — Сережа, а как ты думаешь, уместно было, вот, именно в пятницу, да, привести, ну, нашу банальную присказку «покупай на слухах, продавай на фактах», тем более, что покупки, ну, какие-никакие мы видели, да, в преддверии этого выступления, а продаж-то не было. — Ну, да, продаж-то не было, потому что, собственно, никакого факта не было, все-таки факт, по всей видимости, либо позитивный, либо наличие… — Либо да, либо нет. — Да, либо да, либо нет. Будет 13 сентября, когда состоится заседание ФРС. Вот, я бы еще отметил, что, на самом деле, достаточно много Бернанке говорил о негативных моментах от очередной программы КУИ, собственно, о том, что… — От программы. — Да, от этой программы. Ну, то есть… — То есть, если мы ее запустим, то могут быть и побочные явления. — Ну, да, есть как бы и плюсы, есть и минусы, да. — Да, и побочные явления — это, безусловно, то, что выкуп активов со стороны ФРС, он искажает рыночную ситуацию, нарушает баланс спроса предложений. Он может привести к росту цен на активы, которые, вот, в общем-то, ну, собственно, мы видим, да, что инвесторы этого ждут по тому же золоту, по тем же сырьевым товарам. — Ну, вот это самый характерный, мне кажется, пример, да? — Да, поэтому тут надо понимать, что, безусловно, господа из ФРС, они взвешивают все плюсы и минусы, и все-таки они, наверное, своей репутацией дорожат, и они… — Сереж, спасибо, давай мы об этом после новостей продолжим разговор. — Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, Финам-ФМ, программа «Сухой остаток» в эфире, меня зовут Олег Дмитриев, продолжаем разговор о реакции рынка на пятничное выступление главы Федрезерва, господина Бена Бернанки. Сегодня в гостях, я напомню, Сергей Карыхалин, аналитик ТКБ «Капитал» и Александр Потавин, начальник аналитической службы IT «Инвестпроспект». Добрый вечер, коллеги, еще раз. — Добрый вечер. — Здравствуйте. — Ну что ж, давайте еще раз напомню, я и для слушателей, телефон прямого эфира, телефон в студию 6510-99-6 и сайт компании финам.фм, задавайте вопросы, звоните, пишите. Продолжим разговор, Сережа, я тебя прервал, и так мы, собственно, пытаемся понять в этом абсолютно непонятном, да, ну или в большинстве случаев непонятном, ничего не выражающем выступлении господина Бернанки, пытаемся понять все-таки, да, какие-то ключевые моменты, те, которые рынок, да, смог бы оттуда. — Да, ну, собственно, я хотел сказать, что вот этот вот совет управляющих ФРС, который путем голосования принимает решение, собственно, в нем для принятия решения должно большинство членов проголосовать «за». Вот, там есть люди с разными взглядами на экономику, с разными позициями, там постоянно проходят достаточно ожесточенные дискуссии, вот, и там отнюдь, как бы, ничего не предрешено, собственно, да. — Извини, пожалуйста, вот мы до новостей прервались как раз, да, на разговоре о том, ты начал эту тему, что запуск программы, ну, даже неважно, какой ее, три там, в принципе, да, программа количественных ченей, она помимо очевидных, там, да, стимулирований роста экономики, имеет еще и побочные, отрицательные действия. — Да, да, ну, собственно, главный потенциальный негативный эффект — это пузыри на различных рынках. Это касается и фондового рынка, и рынка сырьевого. Наверное, тут самый яркий пример — это цены на нефть, да, очевидно, что нефть является важной переменной для экономического роста, и если из-за вот этого вот выброса ликвидности новой на рынке она подорожает, то... — То есть спекулятивно именно подорожает, да, реально спекулятивно. — Да, да, то это, естественно, негативно скажется на экономическом росте. Это касается не только США, но и Европы, да, которая, собственно, ситуация, в которой может еще более усугубиться. — То есть экономика по такой цене, да, нефть потреблять не сможет, естественно, она будет волей-неволей замедляться. Вот вам и пожалуйста. С одной стороны, ликвидность дополнительная направлена на то, чтобы запустить маховик экономического роста, а с другой стороны, спекулятивные составляющие сдерживают это. Какой выход, Саш? Выход-то есть? — Выход? Ничего не делать. — Ничего не делать? — Нет, смотрите, какая ситуация. Ну, много раз уже разные аналитики анализировали возможные действия федерализированной системы США, и, в принципе, ну, нет ни одного пока что внятного аргумента в поле запуска нового этапа количественного смягчения. Это касается как то, что у нас до конца года сейчас действует программа «Твист», она продлена, да, а действие двух одновременно программ, ну, на мой взгляд, оно неоправданно совершенно абсолютно, да, с экономической точки зрения. Плюс к этому, там много еще факторов о том, что инфляция сейчас в достаточно комфортном уровне находится, что ипотечная ставка по ипотечным кредитам находится возле минимальных отметок, то есть дальше снижать уже некуда. Да, опять же, если мы заводим на новые, начинаем печатать новые деньги, доллар у нас получает большое ослабление относительно других мировых валют, это вздергивает относительно, плюс к этому вздергивает цены на сырьевые товары, а рост сырья совершенно точно не нужен сейчас в условиях, по сути своей, стагирующей европейской экономики и достаточно вялого прироста в Америке. И в Китае, да, и в Китае, да, поэтому, ну, там еще ряд факторов есть других еще, которые, в принципе, говорят о том, что, ну, фундаментально, ну, нет оснований для запуска. Но, тем не менее, рынки, знаете, как у них постоянно есть какая-то вот, с одной стороны, страшилка, которая на них все время давит и заставляет их продавать, продавать, продавать. А с другой стороны, есть какая-то вот такая вера в какую-то такую вот панацею, которая, в принципе, позволит им в короткосрочной перспективе быть повыше. Вот и все. Саша, Сережа, а вот такая картина у меня родилась. Абсолютно согласен, да, если говорить плюсы-минусы, то с фундаментальной точки зрения все-таки, наверное, больше минусов, да, нет оснований для того, чтобы... Но, с другой стороны, если выходит глава Федрезерва и говорит, вот так вот, например, да, как Саша сейчас озвучил, ребят, вот это, вот это, вот это, вот это, по этой причине я не могу, да, никаких КУЕ-3 вам тут предложить. Что происходит с рынком? Он просто рухнет. Нет, смотрите-ка, я ситуация. Вот Бернанке выступал в пятницу, да, на Джексон Холли. И что он сказал? Я, экономика США находится в неудовлетворительном состоянии, особенно в части занятости, то есть его не устраивает высокий уровень безработицы. Соответственно, что мы делают рынки? Они просто-напросто тупо ждут следующие крупные статистики макроэкономической по безработице, который выходит с 7 числа. В эту пятницу? Да. Вот все. Да, вот я думаю, реакция на нее уже, уже будет уже более яркой, чем на выступлении Бернана. Ну, тоже они будут, да, как бы на опережение. Если плохая статистика по рынку труда, дальше начинаем додумывать. Это значит, ну, нужно запускать программу. Там же ожидания включаются. Во-во-во-во, психология, да? Нужно запускать программу, значит, давайте будем покупать. А если хорошая статистика, ну, вообще-то парадоксально, да, хорошая статистика по штатам, рынки падают, да, плохая, почти, рынки растут. Не, я просто периодически встречаюсь в аудиториях со слушателями, да, ну, и начинающий инвестор, начинающий трейдер, вы сами знаете прекрасно, ему очень хочется, чтобы события однозначно, как всегда, истолковывались однозначно. То есть, если вот, да, ну, там, скользящие средние пересеклись, да, сверху вниз, покупай, пересеклись, продавай. Вот точно так же очень часто, да, Олег, а вот эта вот статистика, вот она лучше, а почему рынки падают? Вот, поди, объясни, что здесь столько всяких, да, подводных камней, столько цепей, столько звеньев, точнее, в этом. Одни факторы рынок уже учел в ожидании, а другие еще не учел в ожидании. Попробую выяснить, какие факторы, да, и как они. Я продолжу разговор, мы сейчас, если позволить, немножко отвлечемся от господина Бернанки. Сегодняшний, понедельник, сегодняшнее открытие рынков, да, можно начинать прям с азиатской сессии. И, естественно, мы, ну, я, по крайней мере, в том числе, ожидал, какого будет открытие. Ну, в пятницу, может быть, не все еще успели, да, уж, так сказать, наши азиатские коллеги-то точно не успели отыграть, если они что-то там увидели, услышали. Ну, не было никаких, да, уж из ряда вон гэпов там, я не знаю, да, никаких нервов. И, тем не менее, и, тем не менее, сегодня в 6.30 по Москве Китай рапортовал по поводу индекса, забыл я, как он называется. PMI. Да, PMI в секторе промышленности, производства. И он вышел в очередной раз ниже полтинника и еще и хуже ожиданий. Вот не связано, да, или вот эта вот волатильность некоторых инструментов, и в том числе, вот я хотел спросить у вас, как отреагировал на это австралийский доллар. Не связано именно с этим, то есть не с выступлением к Зайну Бернанке, а с тем, что третье, ну, я, опять, по ранжиру не хотелось мне их выстраивать, но одна из трех крупнейших экономик мира, она показывает постоянно, да, уже на протяжении нескольких месяцев, замедление показывает. Да, это, конечно, связано для Австралии. Китай – это ключевой рынок сбыта, по-моему, в экономике Австралии порядка 50% доходов бюджета, по-моему, даже, идет от экспорта сырья. Сырья, да. Да, и, естественно, основной потребитель – это Китай, поэтому, если в Китае экономический рост промышленного производства, темпы его роста замедляются, да, или даже, там, оно стагнирует, то, естественно, потребление сырья снижается, естественно, это все в первую очередь сказывается на Австралии. Я думаю, что заменить Китай неким в этом смысле, поэтому вполне, как бы, разумная реакция – это падение курса доллара австралийского. Ну, с другой стороны, да, Саш, смотри, это, получается, некий такой кулуарный момент. Вот Австралия отреагировала, причем на конкретную статистику, а все остальные, и выступление Бернанке, и, тем более, да, вот это вот снижение китайской статистики, они как-то проигнорировали. Вы не видите, извините, я просто опять в кучу это все соберу, если позволите. Помимо того, что австралийский доллар, да, это валюта сырьевой экономики, и, естественно, зависит от цен на сырье, и вот сейчас мы говорили от сбыта в Китай, австралийский доллар в какой-то момент это индикатор риска, так называемый, правильно? Снижение австралийского доллара – это бегство из риска. Но при этом евро-доллар стоит, фунт попытался сегодня вырасти, нефть держится уже выше 114, да, золото, собственно, даже не начало коррекцию, но 1700 увидело и стоит, и, я так думаю, может, и перехай еще на эту неделю сделать. Я думаю, это связано вот с поведением австралийского доллара, оно связано действительно со слабой статистикой по Китаю, а с другой стороны, завтра ведь с утра, по-моему, в 8.30 утра Резервный банк Австралии принимает решение по поводу процента ставки, там 3,5%, по-моему, если понять не изменяет. Вот, поэтому, и плюс к этому он должен дать, выпустить релиз относительно среднесрочных перспектив австралийской экономики. Поэтому я думаю, что вот по австралийскому доллару как раз вот этот фактор, он сейчас влияет на наибольшую... То есть то, что он в отрыве идет, да, это нормально? Да, а то, что там вышла слабая статистика по Китаю, и она уже выходит не первый месяц такая слабая, я думаю, что, и при этом, что интересно, вот сегодня промышленные металлы в основной своей массе растут, вот там, я видел, там, никель что-то 1,5%, метео около 0,8%. Вот два, я сейчас смотрю уже, 16260 уже был. Да, цинк тоже, вот. Я думаю, что вот эти все факторы, они говорят о том, что чем хуже будет статистика уходить по Китаю, тем дольше там будет находиться вот этот вот индекс PMI в зоне стагнации, тем выше шанс на то, что Китай в очередной раз снизит процентные ставки. Это просто белым написано. И отсюда вот это все... Да, совершенно верно, да. Поэтому вот такая вот разноголосица, что-то идет в худшую сторону при плохой статистике, иногда бывает, ну, я подым при хорошей, ну, в общем. Вообще неприятно, когда нет однозначных торговых решений. Ну, их никогда нет, по-моему. Очень редко, когда они есть. Согласен, согласен. Давайте вернемся к Бернанке. Итак, ну, основные тезисы прозвучали, огромное вам спасибо. И тем не менее будем считать, что рынок занял нейтральное положение, он никак, никакого тренда не обнаружил. Кстати, если говорить о наших индексах, то они так и продолжают торговаться в летнем диапазоне. Да, этот прокол вниз сегодня, ну, там, может быть, поддержка чуть ниже по МВБ. Ну, 1420-1465. Во-во-во-во-во. Или по РТС он там 1380 увидел. Я сегодня смотрел как раз перед программой, там, по-моему, 100-дневное скользящее среднее буквально на этом уровне стоит. Ну, не суть важна. В общем, рынки не нашли никакой тенденции новой. Чего дальше ждем, Сереж? Надо на что рассчитывать нам. Ну, наверное, сейчас надо смотреть на Европу. Я думаю, что многое от нее зависит. Во-первых, и судьба, собственно, самой европейской экономики находится в руках европейских чиновников. И я думаю, что на США тоже эта вся ситуация влияет. Вот, то есть нельзя так отдельно рассматривать политику ФРС США, потому что они, в общем-то, в том же контексте работают. Извини, я просто вспомнил. Опять мы на прошлой деле об этом говорили. Как вы думаете? Не случайно ли господин Драги не поехал? Хотя собирался сначала, в конкретный момент отказался. И не стал, собственно, принимать участие в этом мероприятии. Им порассказать нечего было. Либо просто договорились, обсуждают же они все это дело. Видимо, еще не договорились. Во-во-во. И он говорит, давай ты сейчас ничего, вот пятницу, а потом у тебя же сейчас заседание ЕЦБ. Олег, в связи там было, по-моему, в пятницу, или в четверг, когда он там отказался, было написано такое сообщение на ленту информагентства, по-моему, там, или слух какой-то, что Драги отказался ехать на конференцию в Джексон Холл в связи с тем, что он очень занят подготовкой программ по выкупу этих долгов. Забавно, забавно. Ну, есть чем заняться, парни, конечно. Ну, то есть, связь есть здесь? Я думаю, что, в общем-то, я думаю, что это недалеко от истины, потому что, действительно, вполне возможно, сейчас ведутся переговоры, много заинтересованных сторон, много о чем надо договориться, так что не исключено, что, действительно, господин Драги... Ну, то есть, он либо не хотел раньше времени об этом говорить, да, либо просто, действительно, это еще там каким-то образом... Да, я думаю, что он сейчас днем и ночью ведет переговоры, вполне возможно, и... Ой, бедолага, ладно, мы днем и ночью не будем вести, давайте прервемся на новости, а потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели, продолжаем разговор на Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. В студии сегодня Сергей Карыхалин, аналитик ТКБ «Капитал» и Александр Потавин, начальник аналитической службы «Айти Инвест Проспект». Разговариваем сегодня, вспоминаем... Бойцы вспоминали минувшие дни, помните, да? И битвы, где рубились... Ну, мы не рубились, слава богу, мы вспоминаем то, что произошло в пятницу, выступление господина Бернанки, его слова, пытаемся их как-то истолковать для рынков и сделали вывод, что ничего существенного в пятницу не произошло. Теперь смотрим вперед, не будем оглядываться, смотрим вперед. Итак, на этой неделе. Эта неделя важна для рынков, ну, как минимум, с точки зрения статистики, безусловно, она, если не будет определяющей, то может... А, обычно мы говорим, да, когда много событий важных, А, она обязательно повысит волатильность на финансовых площадках, ну, и Б, может быть, действительно что-то толковое, да, произойдет. Значит, прежде всего, да, в второй половине недели это заседание ЕЦБ в четверг, оно состоится, да, Сереж? Да. И в пятницу это рынок Тураса, ее штат Фамилия, о котором говорил Саша. Вот давай по поводу ожиданий заседания ЕЦБ по ставкам, потому что там, насколько я понимаю, два основных момента, да? Ждем ли мы снижения ставки Европейского банка, который сейчас на 0,75 годовых находится, и что скажет очередной дедушка, да, что скажет очередной глава Центробанка, вот, если вообще что-то скажет. Да, но что касается снижения ставки, то оно, безусловно, не исключено, потому что ситуация тяжелая, ЕЦБ надо как-то действовать, пытаться тем или иным образом... Ну, смотри, снижение ставки, если предположить, вот оно в четверг произойдет, это просто как бы, ну, такой дань, дань ситуации. Вот вы хотите, чтобы я действовал? Вот, знаете, я действую. Или это действительно может помочь, да, вот в нынешней ситуации, снижение ставки может каким-то... Ну, я не думаю, что это как-то принципиально поможет, это просто будет еще один сигнал, да, я думаю, что разница большая 0,75 или 0,05, да, ее нет, но это будет сигнал, что ЕЦБ... Я действую. Действую. То есть это опять, да, Саш, психологический момент такой. Вы хотите, да, помнишь это, да, вы песен хотите, их есть у меня. Вот вы хотите, чтобы я что-то сделал? Я сделал. Хотя толку мало, как, собственно, из программы Калифс-мечения. Нет, в данном случае я считаю, что ЦБ не будет ничего делать. Составки не будет? Повода нету. Сейчас ситуация на вторичном рынке госдолга проблемных стран еврозоны достаточно стабильная, да, там котировки отошли от максимальных годовых отметок. Доходности, да. Доходности, да. А с чем это связано, если, как вот ты думаешь? Ситуация же не изменилась. Ситуация не изменилась, но политики пообещали сделать все возможное, чтобы сохранить зону евро неприкосновенно и снизить ставки. Вот эти вот все вопросы по поводу запуска действия вот этого европейского стабилизационного механизма, Европейского фонда финальной стабильности, мандатов ЕЦБ, вот они все говорят о том, что пока что рано еще продолжать играть на понижение вот по бандам Испании и Италии, вот все. Поэтому в этом случае снижать ставку нет смысла. Банки не пережевывают те деньги, которые дает им ЕЦБ, они находятся на их счетах. То есть, что задавать ставку 0,75, что 0,5, банкам все равно это по барабану абсолютно экономика. Тем более, что летом, когда в июне это было, в июле, ЕЦБ снизил ставку депозитную, до нуля. До нуля, да, чтобы хранить деньги. Банки перекочевали. Совершенно верно, они собрали себе, и вот они лежат, что с ними делать. Да, но, собственно, главная интрига, это то, отзывание ЕЦБ, это то, как и в каком объеме ЕЦБ будет скупать облигации периферийных стран. То есть, сам факт, что я буду скупать, он как бы уже в ценах. В принципе, да, я думаю, что это будет, и, собственно, на этом долговые рынки европейские последние недели росли и успокоились. Да, теперь проблема в том, будут ли облигации скупаться на вторичном рынке, или, может быть, это, возможно, и на первичном рынке, и будет ли, сможет ли это делать вот этот постоянный европейский фонд стабильности. Соответственно, вот как раз вокруг этого вопроса много споров, разногласия с главой Центральной банка Германии. И вот, видимо, как раз это сейчас ключевая тема, и от того, какое же решение будет найдено, как раз и будет зависеть то, как себя поведут рынки после этого заседания ЕЦБ в четверг. Ну, смотри, ну, ведь на заседании ЕЦБ, точнее, после этого самого заседания, да, во время пресс-конференции традиционной, ведь мы не сможем услышать ответы на все эти вопросы. Как я помню, да, все, что связано с ЕСМ, с европейским стабилизационным механизмом, да, если там буквально переводить, мы не сможем узнать в четверг, потому что 15-е, середина сентября, в общем, точно я не помню, да, суд конституционный в Германии... — 12-го. — 12-го, да, спасибо за это. Он только может, да, он, значит, решит эти вопросы, ну, в смысле, примет, не примет, да, полномочия ЕСМ, примет, да, точно. — Ну, нет, а сегодня просто этот вечером как раз вот уезжал на эфир и видел там, по-моему, министр финансов Германии, сказал, что проблем с принятием не будет. — Ну, тем не менее, да, по факту все равно мы должны дождаться 12-го сентября. — Ну, да, пусть будет интригно. — Да, да, вот. — То есть эту тему, да, Драги не сможет нам... — Ну, да, это напрямую к ЕЦБ не относятся, да, он за это не отвечает напрямую. — А что он может, тем не менее, да, о чем он может заявить, ну, если у него найдется политическая воля? — Да, он может заявить именно о том, как сам ЕЦБ будет покупать облигации вот этих вот периферийных европейских стран. Он это делать может, он это уже делал, но он это делал в небольших объемах на вторичном рынке. И вот сейчас вопрос в том, вот этот вот новый этап покупок облигаций, каким большим он будет, насколько продолжительным и так далее. — Ну, там есть на что ориентироваться? Допустим, какая-то есть цифра, там, 300 миллиардов, и мы ориентируемся. Если 300 миллиардов, ну, а если 500 миллиардов, это уже... — Да, но там, скорее, сейчас обсуждение по поводу того, что ЕЦБ может задавать ориентир для доходности или для спредов между доходностями облигаций, там, той же Италии, Испании и облигаций Германии. То есть может установить некие цели по доходностям облигаций, которые он считает адекватными. Соответственно, он, видимо, может, покупая и продавая облигации, может удерживать их вблизи вот этих вот ориентиров. — А это нормально вообще? Или это уже какая-то история, попахивающая плановой экономикой? — Нет, Саша. — Попахивает. — Попахивает все же, да? — Ну, потому что споры были, да. — Ну, конечно, как? Это рынок же устанавливает. — Ну, естественно. Поэтому вот были сообщения о том, что там немецкие газеты вот там опубликовали, вот эти планы якобы потом ЕЦБ вроде-ка там открестился от них, потом сказали, что нет, вроде как мы попытаемся все это. — Что-то они мутят. — Мутят, да. — Мутят, да. — Мне тоже слово. — Вопрос есть у нас от слушателя Пуглева, ну, в тему как раз на сайте. Добрый вечер. Добрый вечер, господа. Драги должен был выступать сегодня. У него было сегодня какое-то запланированное выступление. — 17.30. — Да, да. Но свое выступление вчера раз отменил, и он публикует ссылку, где об этом говорится. — На рынке ноль реакции. — Это что, спрашивает? Ну, на рынке ноль реакции, может быть, именно потому, что рынок тонкий, да, и сегодня американцы не торгуются, может быть, поэтому все-таки. — Это что, спрашивает слушатель? — Только потому, что американцы отдыхают, или рынок так и будет невменяемым всю осень, и когда все-таки ждать какого-то решения по Греции. — Где-то месяц назад те же немцы писали, что Греция невинуленно погибнет ЕС в середине сентября. Ну, вот три вопроса, смотрите. Значит, первый, по поводу реакции, да, и мне понравился, или будет всю осень рынки невменяемыми, такой, да, Виктор такой требовательный инвестор. — И второй вопрос, что будет с Грецией, ну, какое-то решение, да, тем более, действительно, я помню, на сентябре уже планировался торжественный выход Греции из еврозоны, барабаны уже покупались там эти, фанфары, столы накрывались. — Хоронили евро, порвали три баяна. — Ну, евро, слава богу, нет, а вот Греции-то уже хотели вывести под ручки. Сереж, как ты думаешь? — Ну, во-первых, рынки будут невменяемы всю осень, как ты считаешь? — Вполне возможно, если вот эти вот обещания, да, они как морковка, да, будут постоянно оттягиваться, то вполне возможно, там, инвесторы будут вот ожидать, ожидать, ожидать. — Ну, давай по-другому я поставлю вопрос. — А есть возможность у, ну, у властей Евросоюза, прежде всего, у них есть возможность вот эту морковку постоянно оттягивать? Потому что там, на самом деле, все так достаточно жестко у нас впереди, да, вот эти события сентября. — Вроде бы сейчас есть, какой-то остроты сейчас нету, так что, наверное, месяц-другой можно подождать. — Выплаты, насколько я понимаю, у Испании, да, в октябре там какие-то серьезные, у той же Греции в сентябре серьезные выплаты. — Ну, что касается Испании, то она пока за помощью не обращается, то есть... — Провинции Каталонии только там, я где-то читал. — Ну, провинции обращаются, да, где-то федеральный бюджет находят для этого деньги. — Все же. — Да, так что какой-то остроты там нет, во всей видимости, та же самая Испания еще, кроме того, несколько месяцев может протянуть, может занимать на рынке. Конечно, ставки высокие, но они не запредельные. — Саш, ты как думаешь, эта история, насколько длительна еще? — Значит, смотрите, какое мое мнение. Вот центральные банки, банкиры из центральных банков, в принципе, они не обязаны давать рынкам какие-то спекулятивные сигналы, дабы, так скажем, не быть поводом для каких-то раздуваний пузырей. Поэтому, если ситуация в экономике сбалансирована, если руководители центральных банков между собой до чего-то договариваются, по монетарной политике, не только внутри своего региона, а между собой, то есть там СОП-линии взаимные, там ставки, ставки, ставки. — То есть не только о еврозоне, да? — Абсолютно, да. Там Банк Японии, Банк Китая, там ФРС, там Банк Англии, Швейцарский, Национальный банк, Резервный банк Австралии. Вот тогда мы можем увидеть какие-то движения. Сейчас пока ситуация достаточно сбалансирована. Как экономики, ну, условно говоря, как в экономике, да? То есть, естественно, экономика еврозона, она чуть хуже чувствует себя, чем Америки. Вот так и в плане валютных курсов, курс образования, это тоже очень важный момент. Потому что если, допустим, ФРС вдруг, не посоветовавшись, там, или там ЕЦБ вдруг, не посоветовавшись с ФРС, там, решит делать какие-то телодвижения, соответственно, возможно, это толкнет курс евро, предположим, на сильное укрепление, укрепление курса национальной валюты еще раз сильнее ударит по стагнирующим, допустим, европейским экспортерам, это еще больше ухудшит ситуацию. И то же самое, наоборот, вот с ФРС. Поэтому действия все очень должны быть сбалансированы и нацелены на среднесрочную перспективу. Я думаю, что в связи с тем, что Бернанке ничего не говорит, Трише ничего нигде не выступает. Драги, Трише. Ой, Трише, я вас в Драги, конечно. Я тоже говорю. Да. Драги нигде не выступают и ничего не говорит. Это, я думаю, что просто говорит о том, что пока ситуация достаточно сбалансированная. Вот с точки зрения среднесрочных макроэкономических перспектив. Если ли мне память не изменит, по-моему, 14-го числа открывается саммит руководителей стран еврозоны, вот, возможно, там на нем что-то такое интересное будет. В принципе, если смотреть на календарь, он насыщенный на события. В сентябре особенно. В середине сентября очень интересно. И каждый раз мы ждем каких-то заявлений. Что касается Греции, Сереж, как ты смотришь на нее вообще? Ну, я так понимаю, что там сейчас проходит, там, работает очередная комиссия, которая смотрит то, насколько успешно Греция выполняет взятые на себя обязательства. Вот, и я так понимаю, что они до конца сентября обещали что-то решить. Ну, насколько я видел какие-то репортажи о встрече греческого премьера с Ангелой Меркель, с президентом Франции. Может быть, так все дружелюбно, мирно проходит, все улыбаются. Ну, милые мои, они дипломаты, ну что такое, что они в морду друг к другу вцепились. Поэтому мне кажется, что все-таки в этот раз выхода Греции не будет, что очередной раз им пойдут навстречу, смягчат условия. И, наверное, все это опять, по крайней мере, на месяц, на три дня. Ну, то есть Виктор прав, вот наш слушатель прав, да. Рынок невменяемым будет, видимо, еще какой-то, да. До середины сентября. Да, длительный период времени, я понял. Так, хорошо. А что такое невменяемый рынок? Вот мне очень понятно. Рынки стоят на месте, но почему они, значит, что они невменяемые? Ну, может, поэтому они невменяемые. Почему, значит, куда-то должны мы идти? Ну, может быть, кого-то это его текущего уровня не устраивает. Дело в том, что игроки ведь набрали каких-то позиций, они их держат, да. Если они не продают, значит, повода нет. Если они их не покупают, тоже повода нет. Вот и все. То есть, по сути своей, все новости, они в стакане котировок. Ну, я соглашусь, да, может быть, термин не очень корректный. Но, с другой стороны, да, если мы с практической точки зрения не смотрим, движение на рынке дает жизнь. Ну, для спекулянтов. Я согласен. Когда это движение... Как выразился один из инвестбанкиров, говорит, еще, говорит, два года такого рынка. И брокерский бизнес совсем не будет. Саш, извини, пожалуйста, мы послушаем новости, а потом продолжим. Еще раз добрый вечер, уважаемые слушатели. Финам.ФМ. Программа «Сухой остаток». Меня зовут Олег Дмитриев. Последняя часть нашей программы будет посвящена, собственно, выявлению сухого остатка, подведению неких итогов. Напомню, мы сегодня разговариваем в студии о том, что же все-таки сказал глава Федрезервов в минувшую пятницу. В гостях у меня также, напомню, Сергей Карыхалин, аналитик ТКБ «Капитал», и Александр Потавин, начальник аналитической службы «Айти Инвест Проспект». Ну и в двух словах, как обычно говорят, для тех, кто к нам только что присоединился, я хочу сообщить, ну, видимо, не очень радостную новость. Дело в том, что ничего эдакого мы в словах господина Бернанки сейчас вот не вытащили. Реакция рынка тому, собственно, подтверждение. Никакой новой тенденции или никто не вспомнил о старой тенденции. Рынки остались в диапазонах, в летних практически диапазонах. И все, что остается нам с вами, уважаемые слушатели, это следить за дальнейшими событиями. Тем более, как вот мои гости сегодня абсолютно справедливо подчеркивали, сентябрь на эти события достаточно, достаточно, какое слово, в сентябре их очень много, ладно. Будет очень много в сентябре. А именно, на этой неделе мы с вами встречаемся в четверг и смотрим за результатами заседания Европейского Центрального банка по ставке. Пятницу мы смотрим на статистику по рынку труда Соединенных Штатов Америки. Через неделю там, да, тоже масса всяких прекрасных событий. Это и ратификация фонда ЕСМ Конституционного Союза в Германии. Это и, да, заседание Федрезера, наверное, два слова надо сказать, да, это середина как раз сентября. Ну и, наконец, да, начало саммита Евросоюза и, ну, по крайней мере, для сентября финалом будет, наверное, таким торжественным публикация результатов проверки, да, финансовой тройки, проверки того, как же Греция встала на пути, на пути справления, как она начала экономить, как она начала соответствовать договоренностям и начала ли вообще, и, собственно, от этого будет зависеть отношение к этому государству в дальнейшем, ну, это вот с точки зрения проститься ли Греции с Евросоюзом в ближайшее время. Вот примерно такой, еще раз повторю, график, событий достаточно много и в свете этих событий я, коллеги, хотел бы задать вопрос, а что вы ждете, если что-то ждете, конечно, от заседания Федрезерва в середине сентября. Сереж. Ну, вопрос сложный, действительно, соглашусь я тут, что многое будет зависеть от тех данных, которые будут опубликованы в пятницу, от... Это рынок труда, еще раз повторю. Да, о количестве новых рабочих мест в августе, о уровне безработицы, если там все будет как-то более-менее ровно, да, без каких-то сюрпризов в ту или иную сторону, то, наверное, запуск какой-то и не будет, наверное, ФРС предпочтет еще подождать, потому что, действительно, все-таки каких-то, ну, безусловно, ситуация на рынке труда сложная, безработица высокая, но все-таки 8,3% это не 10,5%, как в Италии, не 20, как в Испании. Да даже и в Штатах в 2010 году, я помню, летом как раз, да, когда начался шухер по этому поводу. Она была выше безработицы. Она была в 9,9%. В Еврозоне вот сегодня вышло, статистика 11,3, по-моему. О, тем более, тем более. Вот, поэтому ситуация сложная, но она не какая-то критическая, поэтому каких-то, какой-то острой необходимости, да, идти на риски, брать на себя риски, своей репутацией рисковать, да, и вот запускать очередную программу КУИ, которая может привести к каким-то нежелательным последствиям, да, наверное, не стоит. Извини, я вспомнил, за эфиром я рассказывал о том, что я читал краткие выдержки из вступления Бернанки и почему-то запомнилась мне только фраза, которая, ну, по крайней мере, там она была опубликована. Бернанки обращается к Олл-стрит, да, к финансистам с Олл-стрит с такой фразой «Не давите на меня». — Что, Серёж, что это значит? — Да, в общем-то, это важно, потому что, ну, конечно, не хочет Центральный банк, чтобы кто-то на него влиял, да, Центральный банк призван быть независимым в своих решениях. — Ну, в данном случае, смотри, интересы Олл-стрита, я так понимаю, да, это то, чтобы программа была запущена, и чем быстрее, тем лучше. А господин Бернанки, вот мне понравилась твоя фраза по поводу репутации, да, по поводу, так сказать, того, чтобы остаться с хорошей миной, как минимум, да, вот, он, конечно, может быть, и не очень настроен. — Я бы сказал, что интерес Олл-стрита — это заработать как можно больше денег, а интерес Бернанки — это остаться в учебных историях как выдающийся деятель, который ничем не запинал. — Ну, хорошо, а Олл-стрит заработает денег когда? Только когда будет, видимо, КУЕ-3 запущено, да? — Нет, нет, появится какой-то другой драйвер, если экономика США будет расти быстрее, чем она растет сейчас, и без КУЕ-3, то это прекрасно. Есть много других механизмов, собственно, есть там налоговые какие-то стимулы, есть остальной мир, который, если... — Развивающийся ты, — Рост, да, задвижется активнее в том же Китае, да, это подстегнет экономику США. Есть много других факторов, все не только зависит от ФРС. — Ну, согласен. Саш, а ты что ждешь от заседания Федорезерва в сентябре? — Да ничего там я не жду от этого заседания, честно говоря. Простая вещь есть достаточно, о которой вы не упомянули, но, тем не менее, вот многие на нее устают, кстати говоря, и думаю, что не зря. Дело в том, что, если не по этим изменяет, по-моему, это 12-е сентября. Apple представляет iPhone 5. — Вау. — Да, и в зависимости от реакции инвестиционной публики, от реакции покупателей, будет интересно посмотреть за динамикой акций Apple. В связи с тем, что они занимают достаточно большую долю капитализации в индексах. S&P 500, по-моему, там около 4,5%, а на NASDAQ около 11%, то есть, если акции Apple падут сразу за день на 2,5-3%, ну, соответственно, американские индексы вольны будут туда же и пойти вслед за этим, поскольку Apple — это крупнейшая технологическая компания, поэтому она утащит за собой весь сектор. Вот, поэтому не стоит, вот, так скажем, делать ставку только на ФРС. Есть масса других факторов, да. Плюс к этому мы еще не обозначили такой вещь, как в сентябре должен выявиться в Америке лидер президентской гонки. До штата, до начала, вот, уже непосредственно выборов президента остается 2 месяца, вот, и я обычно, вот, ну, так скажем, вот, где-то вот середина, конец сентября уже выявляется явный лидер по общим национальным рейтингам. Вот, и в зависимости от того, какой это будет лидер, это или Роми, или Обама, ну, соответственно, рынки будут реагировать, или же, там, какие-то, ждать каких-то новых смягчающих, так скажем, посылов, вот, или же все-таки придется затягивать пояса и ждать фискального обрыва в начале года. Саш, вот, очень хорошо, что ты заговорил сейчас о ближайшихся выборах в Штаты. Давайте чуть впереди паровоза мы пытаемся сейчас пробежать. Значит, два, очевидно, да, два лидера гонки сейчас у них предвыборные. Это нынешний президент и вот господин Ромни. Можно ли сейчас сформулировать, ну, я уж не знаю, основываясь на ожиданиях действительно, или там каких-то фундаментальных вещах, политических заявлениях, кто рынком более по сердцу? Вот такой вопрос. Крупному бизнесу Ромни, конечно, ближе. Ромни. Он отстаивает интересы крупного бизнеса, а простого народа, ну, так скажем, со своими всякими этими медицинскими программами, естественно, там Барак Обама поближе. Ну, а вот его заявление, я имею в виду, Ромни, да, адресовывая к большому бизнесу, это не есть популизм? Сложно сказать. Мне кажется, что если действительно бизнес большой, он дает деньги и тем, и другим, да, и потому что все компании крупные, действительно, они страхуются, чтобы в любом случае не проиграть. Вот, так что, ну, а рынок акций, это, в принципе, крупный бизнес в любом случае. Безусловно, безусловно. То есть, акции мелкого бизнеса на рынке не торгуются. Ну, я, на самом деле, вот с подачи Саши, да, он говорит, вот середина сентября будет видно уже, кто лидер из этих двух. И рынки начнут на это реагировать. Вот мне хотелось бы понять, вот если лидер Обама, как реагируют рынки? Они расстроились и начинают коррекцию. Или лидер Ромни. Они обрадовались, да, что он будет президентом. Ну, я, вы знаете, я... Или начинают с предвыборной ралли начинать. Ралли, да. Вот многие, кстати говоря, закладываются на то, что будет предвыборная ралли какое-то. Мы посмотрели, что, в принципе, да. Ну, есть, есть традиционно... Ну, да, статистика. Да, статистика показывает, что или за месяц до выборов, или же где-то там 2-3 недели после выборов американских фондовый индекс обычно растут. Но в связи с тем, что вот обычно в августе мы имели какой-то такой вот коллапс, а в его в августе не случилось. Вроде как даже все росло. Вот. Ну, вот есть возможность переписать историю. Октябрь может тоже быть необычным, да, с этой точки? Сентябрь, октябрь, да. Я думаю, горячим будет. Сереж, ты как думаешь? Ну, мне кажется, что всем придется решать одни и те же проблемы и демократам, и республиканцам. Поэтому тут можно только смотреть на то... Я почему о популизме заговорил? Это слова Ромни, да, что говорит, если что, мы распечатаем стратегический запас нефти. Помните его заявление? Ну, по-моему, это и Обама тоже может сделать. Я думаю, тут еще такой фактор есть. Вот я где-то читал о том, что если вот Ромни действительно придет к власти, то вот и российский фондовый рынок его не поздоровится. Вот, он опечалится, потому что тот же в открытую заявляет, да? Да, он примерно... Россия чуть ли не врагом. Враг, да, нет, фраза именно такая. Где-то я вот ее помню зрительно. Россия в ранг номер один для всех штатов Америки. Ну, это... Ну, мне кажется, все-таки это такая... Вот это точно популизм. Популизм, да? Да. Ну, с другой стороны, это на кого-то рассчитано. Явно не на Россию это рассчитано. Это рассчитано на избирателей. Значит, там есть большой пласт избирателей, которые позиция близка. Ну, небольшой, наверное, есть. И как раз там же за десятый долей процента идет борьба. Так что, может быть, сотни тысяч таких избирателей и есть, которые негативно настроены к России. И вот на такие высказывания реагируют. Я думаю, что Ром не просто ставит свою предуборную кампанию на противоположностях тому, что делает Обама. То есть, если Обама говорил, допустим, перезагрузка, да, это говорит враг номер один. Если тот говорил, допустим, какое-то там послабление этим, а это говорит, да нет, мы там уже затягиваем. Причем в какой-то степени у него выбора нет, да? Потому что Обама свою позицию изложил уже, тем более он вот заканчивает срок президентства, да, первый. А ему нужно как-то, значит, соответственно, в контр ему надо, да, в контр вставать, и у него такие вот позы такие нелогичные. Сереж, ты как, кстати, веришь в предвыборные ралли-то? Ну, я имею в виду президентское. Мне кажется, это, конечно, важный фактор, но не единственный. Так что если все остальное будет благоприятствовать, то, возможно, да, мы его увидим. Все остальное, это как раз статистика. Это Европа и американский потребитель. Если он будет потреблять, то это двинет экономику, ускорит темпы ее роста. Если не будет, то, значит, все будет. Ну, то есть самостоятельной какой-то истории под названием предвыборные ралли вряд ли мы можем увидеть. Я думаю, вряд ли. То есть рынки растут, этот рост мы посвящаем, да, будущему президенту Соединенных Штатов. Но все-таки это не Россия, где действительно там приходит президент, все меняется принципиально. Все-таки там изменения, они не настолько существенны. Я понял. Хорошо. Итак, дорогие друзья, уважаемые слушатели, мы будем давайте немножко подводить итоги. Что же у нас в сухом остатке? Во-первых, я хотел бы поблагодарить моих гостей. Напомню, это Сергей Крыхалин, аналитик ТКБ Капитал и Александр Потавин, начальник аналитической службы IT-инвестпроспекта. Мне кажется, все, что сегодня произнесли они в прямом эфире, было как минимум не бесполезно, а для тех, кто понимает, было и очень интересно. А в сухом остатке, на мой взгляд, следующее. Нельзя расслабляться. Начался новый месяц, начался новая активная фаза рынков, поэтому пристально следите за всем, что происходит. Ну и традиционно успехов на рынке. Всего хорошего. Увидимся.